когда открываешь ресторан первый проект который ты должен сделать это дизайн проект и технологический проект и тут очень важно какой-то формат делаешь от начиная от формата меняется техническое задание на технологический проект также на дизайн проекта сначала разберемся дизайн проектами большую ошибку допускают рестораторы или будущие рестораторы или владельцы когда они обращаются универсальным дизайнером которые занимаются коммерческими помещениями или там домами квартирами и так далее сначала определимся ресторанные дизайнеры это совершенно другие люди которые в основном они только рестораном занимаются больше ничем это первое второе 80 процентов дизайнеров понятия не имеют как это делать ресторанный дизайн потому что к чему их учат в университетах эти правила вообще не работают в ресторанном бизнесе если они под тем нормам которых и лучших университет сделают ресторан этот ресторан уже обречен на банкротство потому что там будет мало посадочных мест там будет гигантские проходы там будет очень неудобно обслуживать там будет очень долгое обслуживание они не знают как как сделать эргономику ресторана это первое потом все дизайнеры смотрят на европу делает оля европейский дизайн минимализм ресторан с таким дизайном сдохнет сто процентов с точки зрения оформления квартир домов офисов и магазинов мы отстали от европы но с точки зрения ресторанов мы впереди лет на 10 москва там я не знаю нью-йорк может сингапур может сравниться я могу сказать что москва впереди дубая лет на 10 то что делают самые топовые в дубае москве делать 10 лет назад вот на таком уровне работали а больше 50 процентов они там 30 лет им еще надо развиваться вот если три страны ресторанные в мире вот один из них москва это там скажет любой ресторатор который вот купается в ресторанном бизнесе те люди рестораторы московские которые в москве работает среднем уровне среднем сегменте премиальном сегменте работают в дубае это тоже на чем-то говорит ну просто вот москве но у нас там москве работают там четыре компании да они fine dining ресторана открывают и так далее вот есть другие рестораторы которые в среднем сегмент вот они топовые рестораны имеют там дубая там гонконге и так далее почему потому что москве они так москве не могут они в топом уровне работ потому что люди не пойдут потому что опять этот уровень fine dining они должны знать человека куда они идут кому они идут это чей там новиковский ресторан ресторан зарякова там гинза project ну и так далее и вот эти ребята работают на уровне fine dining а другие ребята они в москве скромно ну там не лезут короче наверх но других странах они топовые места занимают казахстане узбекистане они работают только в топовом уровне когда мы делаем дизайн проект надо понимать что дизайнеры москва питер все казахстане их нет я уже проверял не они есть они могут тебе сделать но ты будешь еще два месяца вносить изменения огромное количество студий которые делают коммерческие площади они вообще не умеют делать они даже не захотят учиться эта проблема в дубае такая же история когда дизайнер разрабатывает дизайн-проект что надо сделать правильно во первых максимальное количество посадочных мест у каждого тут свое видение они дизайнеры когда работают нормами они делают типа проход должен быть метр двадцать а если сделаешь ресторане проход метр двадцать то ресторан твой будет казаться пустым гости заходят как будто ресторан пустой и они уходят потому что пустой ресторан пугает людей и очень много дизайнеров допускают этой ошибки когда я говорю слушать там может проход 60 сантиметров а этого не может быть потому что у них мир разрушается потому что их в университете учили по-другому и если вы приходите топовые ресторана там вот может даже быть 40 сантиметров это на уровне файндайник то есть самые дорогие ресторана проход может быть 40 самое первое правило которое должен знать владелец когда ты заходишь в ресторан ты не должен никогда видеть другой конец ресторана если ты увидишь другой конец ресторана такой ресторан не раскрут не раскрутишь эта проблема поэтому первая вот проходы посадочные места это должно быть всегда плотная посадка дальше правильная эргономика откуда официант вносят блюдо как разносят как заносит разделение потоков если разделение потоков нету любой сотрудник с тебя может закрыть это нарушение санитарных но это от стой двери где ты выносишь еду туда используемую посуду заносить нельзя советском союзе были такие окошки помнишь вот куда сдавали там под носом посуда и это сделано именно для этого это нормы санитарные нормы для ресторана поэтому их надо соблюдать дизайнеры об этом не в курсе да но технологи об этом не в курсе но они тоже не всегда соблюдают поэтому владелец он должен об этом знать но ни один дизайнер не работал официантом в ресторане ну о чем мы говорим откуда она может знать да вот по сути да это даже оправдание дизайнеров потому что они действительно не знают как удобно обслуживать потому что никогда никого не обслуживали как тогда они могут рисовать хорошие проекты вот здесь и роль ресторатора роль владельца они могут рисовать проект только при присутствии ресторатора или владельца который знает как должно быть без этого коту под хвост весь проект почему потому что его надо будет переделывать потом есть там куча правил запрещено глянцевые полы в ресторанах и вообще запрещено использовать его можно использовать только в свадебных залах но есть таких куча мелочей дизайнерских которые обычные дизайнеры не знают они тупо нарушают и владелец он должен знать или у него должен быть ресторатор и он должен быть самого путь если у тебя какие-то интересные истории связанные с этим у нас был прецедент в казахстане у нас у нас 5 дизайнер работает и они заняты у нас 6 ресторанов каждый месяц в работе и мы ему говорим о том что ну давайте выберите компанию давайте мы им покажем как надо делать и наш дизайнер освобождается через две недели а вы за это время уже там что-то сделать он идет друг ему советуют дизайнеров дизайнерскую студию которая работает застройщиками казахстане он уже к нам приходит заключенным подписанным договором и так далее и начинается работа получается такая история то что они год у нас есть свой список мы ему даем список как надо подписывать договор как и должны быть пункты быть и так далее и он подписывать договор и ну просто забывает то что у него все эти наши рекомендации есть потому что он подписывает договор там через там неделю что ли и пропускает этот момент по факту мы получаем дизайнерскую студию где несколько дизайнеров работают и они отправляют какую-то фигню просто с ресторан средний плюс и она сделана хуже чем наш самый дешевый какой-то проект да и говорит что это такое кто это сделал это сделал такая дизайнерская студия был просто в шоке когда это увидел и потому что я не знаю даже наша уборщица рисует лучше я сказал так стопы давайте там разби давайте мы там встречаемся объясняем год но мы типа не специализируемся ресторанов поэтому и такие нюансы не знаем типа готовы переделать ну все потому что они возвращать деньги не хотят уже да вот хорошо переделывать они четыре раза переделывали и в итоге более-менее сносный проект отправили которые с горе пополам надо будет согласовать потому что уже они просрочили сроки некачественный проект ужасная визуализация короче этот заказчик оплатил нам чтобы мы их обучили они прошли обучение исправили горе пополам и сказали то что у нас типа мы коммерческие помещения занимаемся мы ресторане не специализируемся в итоге когда договоре не оказалось две страницы из 40 страниц там двух нету слабо точки когда он сказал ну добавьте эти страницы сделайте эти дизайнеры сказали о том что нет у нас по договоре этого нет а то что им дорогое обучение оплатил чтобы они исправили проект это не считается то что он четыре месяца аренды оплатил из-за них это тоже не считается поэтому и так постоянно когда дизайнер не ресторан все склоняется к тому что собственник просто теряя деньги собственник теряет деньги и время следующий проект который мы делаем это технологический проект на технологический проект делает технолог не шеф-повар ни в коем случае потому что любой шеф-повар делает кухню как у него было предыдущим место работы как он привык как ему удобно и ресторатор если он думает о том что ну типа ему же работать и он должен этот проект сделать получится так что он расстановку сделает горе пополам если этот шеф уволится придет другой сказать что у тебя все неправильно и потом переделка начнется покупка новое оборудование переделка кухни и так далее это время деньги бесконечно это будет происходить пока собственник не сделает профессиональную кухню потом самая большая проблема что в казахстане никто не обучает технологов и у них гигантские площади они неэффективны то есть для того чтобы но обычную кухню сделать ты должен чтобы какой-то кухня работала даже кучу зарплату как бы платить и технолог говорят а у нас нет цели экономить ваши деньги мы так хотим мы вам сделаем по закону и все то есть но для того чтобы эта кухня работала у тебя нужно столько поваров что они будут просиживать пятую точку потому что она рассчитана на 5 тонн в день а ты сколько реализовать в рамках одного ресторана не сможешь то есть они не думают в рамках бизнес-модели зарплаты сколько тебе обойдется работа этой кухни они вообще об этом не думает еду просто она должна быть по закону к сожалению до сих пор сохраняется много шеф-поваров которые работают по французской системе что такое французская система когда любое блюдо отдается за 40 минут типа горячее блюдо за 40 минут это нормально но одна проблема только гости не готовы ждать 40 минут блюда у тебя может быть там час на обед если тебе там принесли блюдо за сон ты должен еще приехать покушать и вы добраться на работу если те 40 минут одно блюдо готовить ты не успеешь вообще ничего поэтому любое горячее блюдо надо даваться за 15 минут тут простая математика ну просто вот представь себе как ты думаешь сколько по времени должно готовиться салат минут 7 за 7 минут вот представь себе 100 посадочных мест это небольшой ресторан 100 посадочных мест если один салат готовится 7 минут если я сотый гость когда я получу свой салат через 700 минут это сколько часов 11 почти 12 часов ты знаешь таких людей которые 12 часов подождут свой салат нет вот понимаешь да то есть математика не сходится любой салат должен подаваться за 45 секунд потому что гости не заказывают один вид салата один стол может четыре салата разных заказать и любой вот эти все четыре салата холодный цех должен собрать за 45 секунд и отдать каждый салат это получится три с половиной минуты и в еще гость чувствует время когда официант принял заказ пробил вышел чек холодный цех приготовил и официант должен взять и отнести и у одного официанта как минимум четыре стола на обслуживание и представь как бы вот какая должна быть правильная система выстроена для того чтобы гости просто вовремя получали свои заказы чтобы они не кричали не орали и они потому что человек когда голодный он злой он кушать вспоминает не он с утра же не планирует он как почувствовал год он потом идет в ресторан значит он уже пришел злой в ресторан понимаешь а там еще потом косячат и потом этот весь геморрой решает администратор управляющий так далее для того чтобы этого не было надо правильный технологический проект сделать и дизайн проект для того чтобы была скорость обслуживания потому что ты любой салат должен отдать за пять минут любой суд должен отдать до 10 минут любое горячее блюдо должен отдать до 15 минут а для этого должно делать правильную заготовку высокой степени готовности как только вышел заказ люди очень быстро дал могли отдать как бы это блюдо поэтому просто математика ломает всю советскую систему образования технологов там все такое и люди которые не перешли вот на такие временные рамки технологи или шеф-повара у них истерика начинается почему потому что они не знают как этого сделать а если об этом не в курсе человек который инвестирует деньги в ресторан или он не ресторатор и он открывает ресторан ему один стол обслуживают 40 минут час 10 столов села все отзывы в интернете ресторану конец а потом мне как почему так много ресторанов закрываются вот почему потому что они изначально неправильно открыли потом неправильно управляют такой проект невозможно масштабировать потому что он даже не выживет того того момента когда надо его намасштабировать вот все короче рассказываю прецедент в барселоне мне звонит владелец ресторана он говорит я когда заказываю хиту мне готовит без очереди и три блюда дают мне за 50 минут и самое лучшее 42 минуты которые засек от того момента когда открыл агрид гости ждут полтора часа и потом естественно он как это исправить шеф-повар ему говорит надо два раза увеличивать кухню он звонит мне я прилетаю смотрю него суши блин надо два раза уменьшать кухню потому что они на ходьбу много денег как так они мне сказали для того чтобы типа быстрее отдавать надо увеличивать кухню а ты говоришь надо уменьшать кухню я говорю хорошо говорю давай я тебе сейчас покажу что они делают евро за пробей салат мы засекаем человек стоит холодно цех у него там нету раковины он берет овощи из пакета идет мойку моет а потом приходит начинает его рубить там и он идет пришел там руки помыл обратно вернулся да и таким образом ты групп видишь он сколько тратит время на ходьбу понимаешь ты можешь увеличивать два-три раза количество поворот для того чтобы отдавать быстрее но бесполезно если ты не поставишь туда раковину мы просто переделали кухню уменьшили его два раза просто разделили до готовочный цех вывели зал и салата любые от от 40 минут уменьшала уменьшилась до пяти как они так быстро готовят минут потому что делают заготовки когда приходят на работу они просто не делали его заготовку и все отдавали подвис под наша когда они сделали заготовки они быстро обслуживать моментально выручку увеличились два раза почему потому что там когда полтора часа люди ждали там были люди которые уходили потому что она находится в центре города туристический зона кто готов сидеть полтора часа ждать блюдо это бред